всем добрый вечер продолжаем нашу работу по возрастной психологии и сегодня мы с вами поговорим про взрослость это такой период который включает в себя и молодость мы с вами как раз на прошлой встрече говорили про него этот период включает себя так называемый средний возраст или зрелость и он также включает и старость до этого такой огромный период мы поговорим сегодня о нем в целом а на следующем на следующей встрече мы подробнее остановимся именно на среднем возрасте на кризис среднего возраста и пойдем дальше возрастная психология отдельно выделяет вот такой большой отрезок жизни человека когда собственно говоря человека можно назвать взрослым вот он взрослый когда он бывает он становится взрослым уже с того периода когда он молодой человек когда он в среднем возрасте и и в старости он тоже взрослый человек до той поры, пока он дееспособен. То есть с той поры, пока я дееспособна, и до той поры, пока я ещё дееспособна, я взрослый человек. То есть мои функции, мои способности, мои возможности максимально выражены. И предполагается, что взрослый человек физиологически сформирован. Добрый вечер, так люблю ваши лекции. Спасибо большое за отклики. Всем добрый вечер ещё раз. То есть взрослый человек физически сформирован, он способен к деторождению, хотя, безусловно, и в подростковом возрасте дети случаются. И тут важно понимать некоторые культурные особенности, и, может быть, даже исторические, потому что на Руси в 12 лет могли уже в 13, здравствуйте всем, создавать семьи. И вот человек уже остановился взрослым так рано. Но у нас всё-таки всё совсем по-другому, хотя как-то я передачу смотрела недавно про то, что в некоторых цыганских семьях детей также рано выдают замуж. В 12 лет девочка плакала на камеру на такой свадьбе. Ну, то есть бывают такие моменты, но мы всё-таки придерживаемся какого-то общего стандарта и говорим о том, что взрослый человек способен к деторождению именно в том плане, что и его организм к этому готова, и его психика, хотя мы отдельно про психологическую категорию с вами тоже поговорим. Далее, взрослым человеком считается тот человек, который социально и юридически оформлен, то есть он самостоятельен в этом плане. И он может занимать какой-то статус или позицию в обществе, и у него уже есть какие-то достижения в этом плане. То есть у него есть образование, у него там есть профессия, он входит в какие-то сообщества, состоит где-то в них, и он несёт ответственность за те решения, за свои поступки, которые важны именно в социальном и в юридическом плане. То есть он за них отвечает. И да, мы здесь говорим про ещё и экономическую независимость. Взрослый человек, он экономически самодостаточен и независим. Далее, что, собственно говоря, нас больше всего интересует как психологов, это психологическая категория взрослости. В чём она выражается? Ну, во-первых, да, что человек воспринимает себя на свой возраст. Он себя ощущает адекватно в том возрасте, в котором он есть, в котором он есть. И мы говорим, что что-то не так с человеком, и это явно не про взрослость, когда, например, женщина 50, но она ведёт себя, ощущает и одевается, и показывает всем себя на уровне подростка. Явно что-то тут со взрослостью не так. Или мы можем увидеть молодого человека в 20-25 лет, но у него уже такой налёт старчества на лице. Он как будто бы уже прожил долгую жизнь и собирается уже того и глядит душу отдавать. Ну, Богу, да, вот здесь тоже что-то не так. И причём я таких людей наблюдала, и мне даже страшно, если мы сейчас немножко выйдем за пределы темы. Я видела таких детей. Ребёнку 5 лет, а он уже как будто бы израсходовал всю свою энергию. В таком случае, конечно, мы говорим про травмы. Просто так человек не будет выглядеть, ощущать себя, позиционировать не на свой возраст. Там что-то не так происходит. Если мы говорим про норму, говорим о том, что человек действительно взрослый, то это про то, что всё-таки у него адекватное восприятие себя, нет вот этих перекосов. Потому что тоже не случайно, вот в случае с 50-летней женщиной, которая на 16 себя ощущает, тоже что-то здесь не так. Значит, скорее всего, какая-то была травма в 16. Значит, приблизительно в этом возрасте что-то человек недополучил, как-то себя недовыразил, и где-то он подзастрял. Что нам ещё важно знать про то, когда мы говорим про взрослого человека? Безусловно, это уверенный и целеустремлённый человек. Это человек, который способен встречать препятствия, какие-то проблемы, жизненные сложности на своём пути, идти через напряжение и проявлять себя в тех ситуациях, которые совсем не про радости, например. То есть человек достаточно выдержан, чтобы пройти через что-то. Конечно, мы не говорим какие-то сейчас вообще там форс-мажоры в плане изнасилования, слава богу, они не на каждом углу встречаются, или какие-то стихийные бедствия и так далее. Но вот те жизненные сложности, которые каждому из нас так или иначе встречаются. Если человек не в состоянии с ними справляться, если он боится каждую сложность и уходит, мы сегодня поговорим с вами ещё про психологические защиты, то это не про взрослость, то где-то психологически он всё-таки в позиции ребёнка, раз я вообще никак не могу трудности встречать, раз меня всё выбивает из колеи, я себя ощущаю жертвой, я считаю, что все виноваты, что я маленькая, спрячусь в доме, это как бы меня не трогайте, да, вот это не про взрослого человека. Далее взрослый человек – это такой человек, который исходит, который формирует свой индивидуальный жизненный стиль. Он не живёт так, как мама сказала, как папа сказал, как там люди подумают. И, к сожалению, приходится констатировать, что очень много людей по паспорту уже взрослых, но, по сути, вот здесь психологически находящихся в позиции ребёнка, зависящих от мнения других, от того, как они смотрят на этот мир, и я подстраиваюсь под них и смотрю, да, так же, как они. И, собственно говоря, с этим будет связан отчасти кризис среднего возраста. Мы о нём с вами поговорим в следующий раз, подробнее его разберём. Сегодня просто так или иначе будем касаться, потому что, ну, тема, она здесь рядом, да. Но вот, в частности, вот этот вопрос, он связан с тем, что я могу как раз столкнуться с тем, что я живу по чужим шаблонам, и как раз меня это начинает максимально не удовлетворять, мне становится плохо, и я прихожу к тому, что я вынуждена вот как бы всю эту скорлупу снимать. И как раз это часто происходит в средний возраст. И в такой период, когда средний возраст можно поделить на два периода, 25-35, всё это приблизительно, мы тоже подробнее с вами в следующий раз поговорим, и примерно 35-60. И вот на стыке где-то 35, плюс-минус там 5 лет, да, туда в одну, в другую сторону, тоже у мужчин и у женщин немножко здесь разные будут возрастные моменты, да. Вот часто в этот период человек приходит к тому, что всё это время, вот я жил как-то не так. А как не так? Ну, скорее всего, по указке кого-то. И я так жить больше не хочу. А как жить по-своему, я не знаю, или мне страшно, или я уже здесь в гнёздышке засиделся, или в какую-то лунку попал, и мне здесь с одной стороны тепло, с другой стороны это застой, и я уже с ума схожу. Так, секундочку, я сейчас отключу входящие звоночки, чтобы нас никто не беспокоил. Пожалуйста, поставьте плюсики, если меня по-прежнему видно и слышно. Чтобы я точно знала, что у нас эфир продолжается. Просто сейчас будут, если люди звонить, то плюс. Спасибо, спасибо большое. Всё хорошо. Замечательно, вижу плюсики. Благодарю. Итак, вот этот период, он как раз связан с тем, что люди часто от чужой одежды избавляются и снимают с себя какие-то родительские шаблоны, сценарии. И, собственно говоря, с этим к нам и приходят на психотерапию. Они, может быть, сами не знают, что они с этим пришли, но мы-то понимаем, что очень часто это будет сопряжено с тем, что мы помогаем человеку найти его личный жизненный стиль. И если он чем-то не удовлетворён, то, скорее всего, тем, что он живёт не по своему сценарию. Далее, чем ещё характеризуется взрослый возраст? Тем, что человек может созидать и оказывать влияние на мир. Он своей деятельностью, профессией, своим творчеством, он с миром большим взаимодействует, контактирует. И это очень круто. И на самом деле вот этот период взрослости, он самый плодотворный в жизни человека и самый насыщенный по контактам, потому что предполагается, что в этом возрасте человек в контакте уже с собой. И когда мы в контакте с собой, мы можем максимально делиться с миром, а мир может максимально давать нам. И это период максимального расцвета в профессиональной деятельности. Этот период называют ещё акме. Может быть, слышали, даже есть такая дисциплина акмеология, которая как раз изучает вот этот этап максимального расцвета человека. Всех его качеств, способностей, всего его внутреннего состояния, которое может быть максимально продуктивным. И он как раз случается именно во взрослости. Далее, чем ещё характеризуется этот возраст? Реализмом и трезвостью оценки. Вот здесь уходит этот подростковый максимализм, юношеский тоже максимализм, что какой-то взгляд на себя преувеличенный или, наоборот, заниженный. Человек реально трезво смотрит на себя, смотрит на других людей. И в соответствии с этим трезвым взглядом он поступает. Так, что ещё нам важно знать? Да, этот период, как мы уже сказали, максимально продуктивный. И в этом периоде человек способен максимально генерировать какие-то идеи, какие-то свои импульсы во внешний мир. У него производительность в точке высшего пилотажа. Он созидатель, он творческий человек, он очень креативный. И ещё есть такая особенность, она очень важна для личности, это неуспокоенность. Это про что? Это про то, что я стремлюсь быть лучше, даже если по всем показателям у меня всё, в принципе, хорошо. То есть это про развитие. Невозможно чего-то добиться и расслабиться, и успокоиться, если мы с вами говорим именно про взрослость. И вот эта неуспокоенность – это очень важная черта человека. Когда, например, кто-то сказал, что я достиг всё, чего хотел, теперь я складываю лапки, на самом деле это страшно. Это страшно, потому что человек ощущает себя на уровне Бог, но Бог – это совершенство, там уже дальше некуда. И если дальше некуда, это про что? Это про деградацию. Если дальше не происходит развитие, то человек какого бы он уровня ни достиг, у него начинается регресс, он начинает деградировать, он начинает застаиваться во всех своих проявлениях. Будь то личная жизнь, когда кто-то сказал, «Всё, я реализовался в личной жизни, у меня теперь есть семья, я могу ни о чём не заботиться, не беспокоиться». Вот здесь могут пойти кризисы, вот здесь муж может завести любовницу, вот здесь вот что-то пойдёт не так. Почему? Потому что пошла деградация, потому что пошёл застой. Также в деятельности, также в заработках. Вот если у человека всё круто с деньгами, он не будет останавливаться на этом. Он постоянно их будет куда-то вкладывать, он постоянно будет увеличивать свой доход, несмотря на то, что, казалось бы, ему уже достаточно. Здесь, если посмотреть на Илон Маска, хотя он, конечно, особый случай, и там есть тоже свои перекосы, но тем не менее, да, это тот человек, который… Ну вот он не успокаивается, хотя, в принципе, мог бы уже успокоиться, и там вообще ему хватит и славы, и денег, и вообще заниматься чем-то таким уже более-менее не таким энергозатратным, да, но человек вот не успокаивается, он идёт дальше, да. Это вот максимальная степень проявления вот этой неуспокоенности. Конечно, это не значит, что прям все мы должны быть, как он, но это пример, показатель того, как взрослый человек постоянно к чему-то стремится, ему постоянно что-то надо, да. Это не значит, что он при этом себя считает, ну, как бы несостоятельным каким-то, и именно из этого чувства действует. Нет, он чувствует, но он действует из чувства интереса, из чувства того, что он ещё больше может дать этому миру, он ещё может больше познать, он может проявить себя ещё больше и откопать в себе что-то, чего он ещё не знает. Да, и вот этот интерес, он на самом деле прекрасен, и самые крутые и классные достижения в этом мире, они и делаются благодаря этому, этой неуспокоенности. Далее, что ещё важно? Важно то, что во взрослом возрасте есть желание делиться и заботиться с младшим поколением. И это очень важно, потому что иначе бы у нас не было передачи опыта. И забота о младшем поколении не всегда означает забота именно о своих детях. Потому что если бы каждый только о своих детях заботился, человечество не достигло бы всё равно того развития, которое у него есть. Предполагается, что взрослый человек, ему, в принципе, интересно оставлять после себя какое-то наследие или обучать, в принципе, людей, которые идут за ним. Это могут быть его ученики, это могут быть кто-то, кто им вдохновляется. Даже не обязательно прям им непосредственно знания передавать, а я своим примером могу показать молодому поколению, как я прошёл по этому пути, что я сделал. Если у человека есть такое желание, это абсолютно нормальное и здоровое желание. И хорошо, когда оно есть. Хуже, когда его нет. И вот как раз мы сейчас с вами поговорим о неблагоприятном развитии взрослости. Спасибо за сердечки. Это такая псевдо-взрослость. Она чем выражается? Тем, что человек чрезмерно на себе сосредоточен. У него нет обмена с миром, у него нет обмена с другими. Он полностью на себе зациклен. И эта зацикленность приводит к застою. Несмотря на то, что внешне человек может быть очень социально успешен, он может быть очень богат, но стоит ему замкнуться на себе, всё, всё, это деградация. И как пример мне просто вспомнились фильмы, в частности, фильмы, книга, знаете, Дариан Грей, когда человек не готов принимать, в частности, старость. Кстати, это один из показателей того, что он не перешёл во взрослость. Когда мы не преодолели страх одиночества, страх смерти и страх старости, мы застреваем, мы не развиваемся, мы так и не переходим в настоящую взрослость. И в частности, если мы возьмём с вами личность Дариана Грея, это вот такой человек, который взрослым так и не стал. И что происходит? Происходит, он настолько так зациклен на себе, на своей внешности, на своей природной красоте, и больше его ничего не волнует, что он становится жесток к людям. Люди становятся инструментом для его целей. И заканчивается это вот тем, чем закончилось. Дальше, если ещё мы посмотрим куда-то в кинематограф, может быть, кто-то из вас смотрел фильм «Мудрость крокодилов» Джут Лоу. Вот и Дариан Грей, и «Мудрость крокодилов», и там актёры, мужчины, да, ну красавцы, что тут сказать, конечно. Вот, и в частности, может быть, даже внешность, она в данном случае является такой причиной зацикливания на себя, да, что вот есть только я, такой нарциссизм, да, и всё, и других не существует. И, конечно, актёров подобрать для этого прям вот самых, что ни на есть, живописных. Если мы возьмём с вами фильм «Мудрость крокодилов», там Джут Лоу в главной роли, то там тоже такая ситуация, я не буду вам сливать, как бы спойлерить, да, только чуть-чуть обозначу, такая ситуация, что мужчина живёт за счёт, ну, за счёт, Грей, подтолкнулись за цикленностью, да, возможно, возможно, там много деталей есть всяческих, да, которые можно разбирать, вот как бы, ну, в целом я картину описала. Мужчина, который живёт за счёт крови женщин, любящих его, вот только те женщины, которые его любят, могут наполнить его, и благодаря этому он может продолжить жить. И, соответственно, чтобы получить кровь этих женщин, ну, с ними нужно что-то определённое сделать, да, и это тоже про зацикленность, это тоже про то, что я важен, только моя жизнь важна, а другие могут погибать, и даже любящие меня люди, да, глубоко любящие, это мой бывший. Ну, вот оно, вот оно так бывает, да. Если кто-то не смотрел фильм, посмотрите, он, ну, он, конечно, тяжёлый, сразу говорю, тяжёлый, но настолько яркий портрет, вот, вот, если где-то мы встречаем по жизни какой-то похожий типаж, его ни с чем не спутаешь, вот это как-то и мой. Да, спасибо за комментарий, да, такое встречается. Вот, и это пример того, что это псевдо-взрослость, да, вроде бы с виду человек взрослый, но на самом деле он застрял, он во взрослость не вышел. И это приводит к личной опустошённости, потому что такие люди себя счастливыми не чувствуют на самом деле, да, как бы внешне они себя не проявляли, они, если мы не можем делиться миру, с миром, всё, наша энергия, она замыкается. Мудрость крокодилов, да, Мудрость крокодилов, фильм называется, с Джутлоу в главной роли. Что происходит, когда мы с миром делимся? У нас с ним происходит взаимообмен, как и круговорот воды в природе. Где-то там земличка отдала водичку, она испарилась туда, в облако вышла, а потом облачко пролилось дождём и смочило землю, и пошли расти цветочки, растения, деревца и всё остальное, да. То есть вот такой взаимообмен. Котовить уже таких не будет, верно? Мудрость крокодилов в названии фильма. Немножко не поняла вопрос. И то же самое с человеком, который не делится с другими своей энергией, своими импульсами. Он зациклен на себе, и что происходит? Тогда он питается только своей энергией, а её не хватает для нормальной жизнедеятельности. Нам необходим этот взаимообмен. Почему существует, да, здесь больше откликается травматичность таких людей? Безусловно. Конечно, если мы посмотрим, это всегда про травму. Да, и человек замкнут на себе, он не обменивается с миром, он своё не даёт и не получает как бы от других. Либо он просто силой забирает у других, но это не про равный обмен, это не про тот обмен, который приносит истинное удовлетворение. И тогда человек рано или поздно начинает чувствовать пустоту, он начинает чувствовать одиночество, он начинает чувствовать неудовлетворённость. Он включается в какая-то чрезмерная жалость к себе. И мы видим несчастного человека, не взрослого. Это больше человек, который вот где-то застрял между детством и взрослостью. Моё восстановление дорого. А, я поняла, это вопрос не ко мне был. Хорошо. Итак, что важно во взрослом возрасте? Важно обратить внимание на максимальную самореализацию, самоактуализацию. То есть к тому, что человек стремится в максимальной степени выразить весь свой потенциал. Вот то, что во мне заложено, бережём свою кровь, безусловно. То, что во мне заложено, это абсолютно здорово, если я буду хотеть это реализовать. Во-первых, мне это надо найти, в чём мои таланты. Во-вторых, мне их важно максимально проявить. И вот эта притча о талантах, она как раз про это. Может быть, да, помните, когда библейская притча, Иисус Христос, кажется, это да, это именно из Евангелия, её рассказал, что один хозяин уехал куда-то в далёкую страну на несколько лет, на какой-то долгий период, и оставил своим рабам-слугам таланты. Таланты – это денежки такие. Кому-то он оставил два таланта, кому-то он оставил десять талантов, кому-то пять. То есть разное количество этих монеток. И он сказал, берегите, приумножайте, и всё. Я поехал. Галина, у вас такая атмосферная занятие, классная. Она сближает студентов. Спасибо, спасибо большое за отклик. Мне важно, очень и ценно. И вот он уехал, и приезжает спустя десять лет, и начинает спрашивать со своих слух, что же, давайте, как бы, несите мне те таланты, которые я вам дал. И вот тот человек, которому он оставил два таланта, принёс ему десять и сказал, вот, господин, я эти два таланта приумножил, вложил их в дело, что-то перепродал, что-то купил, и вот тебе десять талантов. Кто-то, там, кому-то шесть, он принёс там восемь, да, ну, смотря кто сколько приумножил. Кому-то он дал пять, и вот этот человек ему пять и приносит. Он говорит, а я их закопал в землю, чтобы они никуда не пропали. И хозяин разозлился, господин на него говорит, как так? Ты зарыл таланты в землю и никак их не приумножил? Ты не сделал их больше, даже ни на один, ни на два таланта? Это про что? Это про то, что наша задача, то, что в нас заложено, и в каждом, да, от природы, может быть, по-разному заложено. Есть люди, которые там суперодарённые из ряда гениев, у них там, ну, не знаю, может быть, сто талантов, предположим. И очень обидно, если они их не реализуют. Представьте, насколько мы с вами тогда беднее, раз люди прячут себя, прячут то, чем они могут быть полезны миру, и в чём они сами могут реализоваться. И многие из нас эти таланты прячут. И как раз взрослость связана с тем, что мы просто обязаны, мы просто обязаны себя по максимуму реализовать. И если нам что-то в этом мешает, синдром самозванца, комплекс отличницы, прокрастинация, вот с чем приходят, собственно, люди к нам на консультацию, мы с этим со всем работаем, чтобы это не мешало нам проявлять свои таланты, приумножать их и развиваться в максимальную сторону. И ещё одна притча, тоже библейская, тоже в тему взрослости, она от Абрахама Маслоу про пророка Иона. Был такой человек по имени Иона, которому Бог предначертал быть пророком. И пророком быть не очень-то легко, потому что не всегда люди могли принять, не могли как-то освистать, не могли выгонять и так далее, не все слушались. Такой тяжёлый, достаточный путь. И человек испугался этого призвания своего и решил от него сбежать. Он садится куда-то на корабль и просто уезжает, точнее, уплывает в другую страну, чтобы скрыться от этого своего предназначения. Но Бог всемогущий, всесилен, это Ветхий Завет. И его настигает шторм, выбрасывает в море, и его заглатывает кит. И он три дня сидит там в брюхе у этого кита. И за эти три дня, похоже, человек напугался конкретно. Он понял, что от предназначения никуда не сбежишь. Он там много чего переосмыслил. Очень, кстати, похоже на кризис среднего возраста. Вот это описание библейское. И он замолился и говорит, «Господи, да, я вот готов принять это». И кит его выплёвывает, и он становится пророком. И это тоже максимально выражает то, что должно случиться с человеком в период взрослости. Не сбегать от того, что на самом деле во мне есть. И очень грустно наблюдать, когда люди сбегают. Когда я, например, вижу женщину очень классного специалиста, которая пришла потухшая, с потухшими глазами, потому что муж её заставляет сидеть дома и не разрешает ей работать. И это на самом деле грустно. Одно дело, если бы ей было с этим нормально, другое дело, она страдает. И в этом не только ответственность мужа, что он не разрешает, а в этом ответственность и её тоже, что она под это подписывается. И она позволяет вот так вот выкидывать в помойное ведро то, в чём она могла бы самореализоваться, как бы она могла себя проявить, как взрослый человек. И, к сожалению, да, люди приходят с депрессиями, не понимают откуда, что со мной такое, да, ищут причины где-то вообще в других местах, говорят, у меня всё хорошо, у меня вот замечательный муж, у меня, ну, меня обеспечивают, у меня классные дети, дом, мы путешествуем. Вроде бы прямо полная чаша. И спрашиваются, ну, откуда депрессия тогда у тебя, ну, что произошло? И человеку страшно признаться самому себе, что на самом-то деле ему хочется ещё чего-то. Это не значит, что всё это недорого, что есть. Но как будто бы так поставлены условия, что если ты идёшь и реализуешь себя, как будто бы ты теряешь всё вот это. Ну, это же манипуляция. И если женщина идёт за этой манипуляцией, значит, в этом тоже её ответственность. И мы говорим как раз про характеристику взрослого человека, что он берёт в этой части ответственность за себя. Галина, так подскажите, в каком возрасте наступает кризис среднего возраста? Да, по-разному. Это такой период от 30 до 45, иногда даже 50 лет. У женщин наступает раньше, у мужчин чуть позже. У женщин как раз где-то, может, в 30 даже начаться. У мужчин 35-40. Почему у женщин раньше? Потому что это связано с физической красотой. Если женщина обнаруживает в себе морщинку, седой волос, или ещё что-то, что наносит отпечатка на её внешность, то это может привести к кризису. Это я сейчас очень грубо говорю. Мы с вами про это подробнее будем разбирать в следующий раз. Вот этот момент. У мужчин чуть-чуть попозже. Почему? Потому что ещё и мальчики позже развиваются, позже взрослеют. Даже в детском саду, вы можете заметить, в мальчике позже девочка начинают говорить. И здесь вот мужчина, он начинает разгон такой, и это бывает чуть позже, чем у женщин. Мне 46, был кризис пару лет. Да, это не значит, что у женщин он в 30. Он может настать в 30 в связи с каким-то с каким-то сомнением её в её биологической привлекательности. То есть это может быть толчком для кризиса. И там много других моментов. Давайте мы с вами оставим это на следующее занятие. Вот пока так обозначим временной период. Так, что нам ещё важно знать? Что взрослый человек, он совсем, как скажем так, окей. Он себя воспринимает как... Очень интересно, спасибо. Он себя воспринимает как взрослого, адекватного, зрелого человека. Он трезво смотрит на свои возможности. Если он чего-то не достиг, ну, как бы, да, попробую. Если он понимает, что в принципе я не могу этого достигнуть, у меня нет такой возможности, он с этим смиряется. Он может проходить через смирение. Так, у меня был в 34. Только сейчас поняла, что это был кризис. Очень полезно себя здесь потестировать, а как его легко и достойно пройти, чего в момент душа просит. Здесь всё настолько индивидуально, кризис проживается экологично в связи с тем, в чём именно он выражен. Кому-то нужно снять родительские шаблоны с себя, и тогда он проходит через этот кризис. Кому-то важно принять те изменения, которые с ним происходят. В частности, мы никуда не денемся от старости. Это факт. Мы можем её замедлить. Мы можем сейчас современной косметологии, медициной много чего сделать, но мы никуда от неё всё равно не убежим. И вот это смирение, это принятие, это тоже может быть всё в том, что человек проходит через этот кризис, он принимает этот момент. Мы все смертны. И если человеком движет страх смерти, отсюда могут быть всякие ипохондрии, фобии, панические атаки и так далее. И это тоже может быть кризисным моментом. То есть тут здесь всё индивидуально. Мне 32, кажется, что я уже пару лет в кризисе. Как помочь себе наилучшим образом исследовать, что конкретно, какие вопросы для меня наиболее остро стоят. И пойти в них с открытыми глазами, начать их решать, как бы они не были болезненны. Если это что-то неопределённое, тогда лучше это выяснить в психотерапии. Очень хорошо с неопределёнными запросами работает гештальтерапия. Опять же, есть такие направления в психологии, которые от вас попросят конкретики. Нужен точечный запрос, и тогда классно ваша ситуация решится. А бывает такое, что я сама не понимаю, что со мной. Мне как-то некомфортно, а в чём причина, не могу понять. И вот такие размытые запросы – это про гештальтерапию. Это про то, чтобы понять, что в теле, где, какое чувство, как оно себя выражает, как я его проживаю, как оно в моих движениях вырисовывается. Вот такая неопределённость, которая потом во что-то оформляется. Мне 40, а что такое кризис, как он проявляется. По-разному, либо в неудовлетворённости, либо человек может в депрессии какой-то находиться, либо он может обесценивать всё то, что у него было построено к данному моменту. И мы очень с вами часто наблюдаем такие ситуации, когда меняются семьи. И часто семьи меняются 35 лет, 40-45. Тогда, когда человек проходит кризис среднего возраста, но он это не осознаёт, он не занимается своей личностью, а он меняет что-то вовне. Он говорит, ну, наверное, потому что меня жена перестала удовлетворять. И он берёт и уходит из семьи, меняет партнёршу. Иногда бывает так, я не говорю, что не всегда так, что там действительно может быть дело в жене, но очень часто переносятся перемены внутренние, вовне. И тогда я иду и рушу семью. И тогда я иду и рушу бизнес, который классный, который вообще круто работал. А человек берёт и говорит, всё, меня что-то в деятельности достало, я больше не могу, я больше не хочу. И он берёт и рушит всё вообще. Может разрушить дружбу многолетнюю. Это такой момент, когда человек вглубь себя не обращается, а начинает вовне вот такие вещи делать. По разным. Это не значит, что он прямо обязательно должен быть. Не факт. Но просто он бывает настолько ярко себя проявляет, и люди не понимают, что с ними происходит. И наша задача – помочь им. Даже сам факт, что мы говорим, знаете, так, предположительно, у вас кризис среднего возраста, это случается со многими людьми. Через это проходят, здесь выживают. Давайте с вами вместе это разберём. Человек уже от этого становится легче, потому что он думает, что он какой-то может быть один в своей беде здесь такой. Можно к вам на терапию? Да, конечно. Пишите в директ, мы с вами договоримся о времени. Итак, что ещё важно, если мы с вами говорим про взрослость? Это искренность. Я уже немножко сейчас забыла вопрос, который мы с вами до этого говорили. Ну, ладно, если что... А, мы говорили с вами про состояние ОК. То есть человек, человек в согласии с собой, он себя считает нормальной. Я нормальный человек, со мной всё в порядке. Да, это не значит, у меня адекватная самооценка. То есть я не считаю себя пупом земли и нарциссически от других людей не использую, не отделяюсь от них, не изолируюсь. Я честно и как бы с достоинством уважаю все свои какие-то способности, возможности. Я на себя смотрю, я себе нравлюсь. И вот это здорово для взрослого человека. Далее, я также смотрю на других людей. И раз я себя вижу ОК, значит, моё зеркало будет отражаться вовне, и другие люди для меня тоже будут ОК. Это не значит, что я смотрю на них через розовые очки. Да, есть в нашем мире маяки, преступники, убийцы и так далее. Есть отдельные такие категории людей, которые явно не ОК. Но в целом, в целом мир, точнее люди, они нормальные. И я когда с ними общаюсь, я это подразумеваю, что вообще-то человек нормальный. Вот до той поры, пока он там какую-то гадость не показал, в принципе, я отношусь к нему достаточно спокойно, ровно и с каким-то доверием. Это тоже про взрослость. Далее, мир ОК. Мир, в котором я живу, он тоже нормальный. Потому что, если он не нормальный, я начинаю обвинять всех. правительство, не те нравы, не та ситуация, не та работа вообще, не те обстоятельства. Всё не то, мне всё не нравится. Как будто бы дело вовне, дело в том, что вот этот мир плохой. Дело в том, что человек так на него смотрит. И взрослый человек смотрит на мир, так же, как на доброжелательной, на доброжелательную такую планету, на которой я живу, и где мне хорошо. И у меня есть уверенность, что этот мир, он тоже для меня, ко мне хорошо относится. Через других людей, через возможности, через ситуации. И я где-то базово в этом уверена. И здесь, конечно, для такого восприятия нужно базовое доверие миру, с которым мы тоже работаем. И абсолютно не про взрослость, когда я миру не доверяю, это может быть и из-за травм, конечно. Травмы нам мешают взрослеть. Они мешают нам быть зрелой личностью. Их важно всё-таки пролечивать. Бывает, что установки родителей мешают нам также смотреть на мир с доверием. Когда мама говорит, вот мир опасен, никому не доверяй, кругом тебя обманут, тебя предадут. Только мы тебя любим по-настоящему. Только мы тебя никогда не предадим. Или мама может настраивать, например, мальчика против других людей, в частности, против женщин. Что все женщины меркантильные, они возьмут от тебя только деньги и изменят тебя с твоим другом. И только мама тебя будет любить по-настоящему. И так далее. И все эти установки тогда рулят людьми. И люди не взрослеют из-за них. А базовое доверие миру как проработать? Через какие инструменты? У меня отдельно есть интенсив, где один из шагов это проработка базового доверия к миру. Если кому-то интересно, напишите в директ. Я проконсультирую вас по этому вопросу. А так, в целом, это те техники, которые чаще всего нас возвращают обязательно. Первый в пренатальный период, второй в период возраста полутора лет. И далее мы прорабатываем какие-то травматичные моменты. Но вот этот бессознательный период его обязательно прорабатывают. Потому что там идет закладка. И если мы опять же возвращаемся к возрастной психологии, вот эти полтора года это по Эриксону, это закладка доверия к миру. Если мама не подходила к кроватке ребенка, если она воспитывала его по споку, если она не откликалась на его нужды, ребенок вот тогда, вот такой маленький, принимает решение, этот мир небезопасен. Я могу рассчитывать только на себя. Да и себе-то я не доверяю. Потому что если как бы мама ко мне так, значит я какой-то не такой. И вот здесь идет поломка. Вот здесь появляется это недоверие. И далее мы смотрим на то, как к ребенку в семье относились. Если с ним не считались, с его потребностями, если как бы его задвигали, естественно, он будет считать, что дальше так и мир с ним будет обращаться. И мы все это прорабатываем. Все вот эти детские в том числе периоды. И, конечно, насилие, обесценивание, какую-то травлю или неприятные случаи. Это все тоже надо прорабатывать. Нас отдавали в садик грудничками. Очень, конечно, да. Неприятны такие ситуации. Но здесь есть вот эти упражнения, даже в эмоциональной образной терапии. Питающая материнская грудь. Когда мы себя докармливаем маминым теплом, маминым молоком. Мы медитируем на эту тему. Мы представляем, как мы этим наполняемся. Нам важно удовлетворить эти базовые потребности, чтобы они закрылись. И мы пошли на другие ступеньки развития своего. Мы пошли во взрослость. А пока детские потребности не удовлетворены, нас туда, во взрослый мир, психика не совсем готова пускать. И, в частности, да, не докормили. Найдите какие-то техники, которые напитывающие. Медитации, образы, всё то, что будет питать вашего внутреннего ребёнка. Очень нужна здесь тогда необходима работа со внутренним ребёнком. Все книги, которые вы найдёте на эту тему, тренинги, упражнения, всё здесь важно прорабатывать. И, опять же, телесно-ориентированная психотерапия, которая вот так, с таким близким контактом с телом, она тоже необходима. Потому что мы тогда через тело мир воспринимали. У нас мозг ещё не работал, кора точнее, именно верхняя часть мозга. И поэтому все переживания, в том числе и недоверие, оно в теле заложено. И нам важно до тела достучаться, чтобы это доверие запустить. Поэтому, в частности, и телесно-ориентированная психотерапия, оно тут тоже будет очень кстати. Да, кстати, некоторые упражнения у меня в интенсиве тоже есть. Это к слову. Итак, что ещё важно? Важна для взрослого человека искренность. Взрослый человек не будет жить закупоренный в маске. Вот надел маску и пошёл. И его настоящего не видно. Это тоже не про взрослость. Хотя он всем может показаться таким крутым, важным, взрослым, статусным. Но если человек всю свою жизнь ходит в масках, если мы его не видим настоящего, это не взрослый человек. Он свою суть прячет. Он живёт не по-настоящему. И когда он позадемонстративный, когда он пытается что-то из себя представлять, чем он не является, вот это всё тоже не про взрослость. И вот здесь мы с вами подошли к тому, с чем мы часто работаем именно в такой взрослый период развития человека. Это психологические защиты. Они мешают в полной мере человеку открыться. Естественно, мы говорим про психологические защиты максимально выраженные. Потому что так или иначе все мы с вами их используем. Вот уж как бы, если так честно говорить. Но речь идёт о том, когда они очень явно выражены. И в частности, сейчас прям коротко с вами проговорим про виды психологических защит в гештальтерапии и те, которые Фрейд предлагал. Нам их важно знать, подразумевать, когда мы работаем с людьми, потому что их проработка просто необходима, если человеку важно стать взрослой, зрелой личностью. Итак, из гештальтерапии это проекция, когда я не отслеживаю чувства в себе, но зато вижу его в другом человеке. И тогда, если человек живёт в этой проекции, его как такового не будет. Я себя вижу повсюду, но не признаю, что это я, что это есть во мне. Мы обнаруживаем это в человеке, и, безусловно, это важно прорабатывать. Когда кто-то к нам приходит и говорит, одни идиоты кругом, или, в общем, мне так бесят вот эти вот люди. Что же это такое? И человек страдает на эту тему, по факту не позволяет себе увидеть себя в этих людях, которые его бесят. Дальше интроекция. Это то, когда я проглотила чьё-то убеждение, чей-то чужой сценарий, шаблон и живу с ним. И как раз очень важно снимать эти родительские чаще всего паттерны, шаблоны, сценарии и освобождать личность от чужого, чтобы он наконец-то начал проживать своё. Он наконец-то разработал какие-то свои сценарии. И мы тоже помогаем это человеку сделать. Почему? Потому что, опять же, он не знает, как по-другому. Вот приходит девушка и говорит, что она орёт на своего мужчину или на своего парня. И она не хочет орать, но она швыряет в него, например, тарелками, подушками, всё, что ей под руку попадётся, потом жалеет. И он тоже говорит, ну ты знаешь, я как-то долго в этом не могу находиться. Она не хочет его терять, но ничего не могут с собой поделать. Она вот так вот себя ведёт, на малейшей, что-то чуть-чуть не так, она начинает вот такую истерику закатывать. Вот так это всё ярко. Мама так себя вела. И это сейчас не я, это моя мама так себя ведёт. И я живу её сценарием, её поведением, её чувствами, её реакциями. И одно дело, мы человека избавляем как бы от этого интроекта, а другое дело, а как мне-то себе теперь вести? Я не знаю по-другому. Что мне теперь с этим делать? И мы помогаем клиентам, в частности, выстраивать свой сценарий. Мы предлагаем им их понаблюдать за другими отношениями, предположить гипотетически, а как бы оно могло быть или как бы я хотела по-другому. Мы предлагаем инструменты, как теперь этот новый сценарий можно внедрить в жизнь, поддержать его и присвоить его себе. Вот это тоже наша работа, и очень часто она именно в средний возраст проводится. Далее это слияние, которое тоже мешает взрослению, потому что слияние – это ребёнок и мама, это вот такая идиллия, такой рай внутриутробный. И если человек в слиянии, естественно, он не может быть полноценно взрослым. Когда я умру, если он от меня уйдёт? Когда я не могу без него дышать? Когда он у меня по голове, а я плачу и всё равно остаюсь с ним? Когда я не могу, вот он не пришёл на 10 минут, а я себе места не нахожу, от него завишу, от детей. Мне кажется, что не дай бог с детьми что-то случится, я вот всё тогда умру. И все мои мысли на эту тему. С чем угодно человек может быть в слиянии, с кем угодно, с чем угодно. И это тоже не про взрослость. И мы работаем с таким видом психологической защиты или прерывание контакта, ещё это называется в гештальтерапии. Далее ретрофлексия, когда я не умею чувствовать к другим те порывы, которые к ним адресованы, и замыкаю их на себе. Очень часто выражение ретрофлексии – это аутоагрессия, когда человек грызёт, повреждает себя что-то, когда человек всю свою злость направляет на себя, у него болят какие-то органы, и очень часто именно со злостью связаны, человек не может проживать это чувство, показывать его другим. Ну, конечно, там и другие чувства тоже могут быть, но в частности это вот самое яркое. Далее дефлексия, когда человек вообще не может быть в контакте, он контакта избегает. И, конечно, никакой взрослости здесь быть не может, если человек ни с чем не в контакте, потому что он не может быть в контакте со своей работой, со своей профессией, со своей самореализацией, с другими людьми, с коллегами, с начальством. Вообще он от всего сбегает. Такой дефлектор. Глаза у него бегают, он не может даже взгляд ни на чем сосредоточить. Вот это тоже обязательно с этим работает. Дальше. Эготизм, когда человек на себе зациклен. Здесь это не про эгоизм, потому что эгоизм, он все равно с другими выстраивает контакт для того, чтобы ими попользоваться. А эготизм – это когда как бы вот у меня преувеличенное мнение о себе, но при этом там вы меня не трогаете, я вас не буду трогать. Вот здесь контакт с миром, он прерывается, человек не обменивается ничем, он только на себе замкнут, как бы, да, и вот все внутри него происходит. И профлексия. Что такое профлексия? Это спасательство, так называемое, когда я избегаю встречаться с какими-то негативными, травмирующими переживаниями и предпочитаю их решать вовне. Например, что это за переживания? Мне одиноко и пусто. И я не хочу это чувствовать, и я увижу тогда кого-то одинокого, пустого, и буду в отношении него совершать те действия, которые хочу в отношении себя. Но в себе мне очень больно это почувствовать. И я буду спасать соседку от того, что она такая несчастная, что муж ее не уважает. При этом мой муж, я не знаю, меня бьет, пьет, изменяет, да, эту я ситуацию не решаю. Я прихожу к ней и начинаю заниматься ее проблемами. Или я спасаю всех животных вокруг, при этом моя жизнь в руинах. Вот это профлексия. Вот такие люди очень часто творят добро, да, и они вытесняют свою потребность в том, что им самим это добро нужно. Это очень частые проблемы, с которыми к нам приходят взрослые люди, которые по-настоящему взрослыми не могут стать, если они их не решат. И дальше еще важно, прямо коротко с вами освежим в памяти, пробежимся про механизмы, по механизмам защиты, теперь уже по Фрейду. Да, ну, проекция, мы уже с вами говорили, она совпадает и там, и там. Далее, это вытеснение, когда я не признаю в себе какие-то желания, не обязательно сексуальные, всяческие другие, я их вытесняю и не стремлюсь к тому, чтобы их получить. И тогда они внутри меня могут не самым экологичным образом проявляться. Далее, это замещение, замещение, когда порывы к одному человеку подавляются и переносятся на другого. Да, когда, например, я злюсь на маму, но не позволяю себе эту злость проживать, и тогда буду выстраивать какие-то отношения с начальством, как с мамой, и как бы там себя проявлять. Или видеть в начальстве маму и выстраивать, опять же, отношения, исходя из того, что это не начальник, а моя мама. Вот такие переносы. Далее, рационализация. Когда приходит вроде бы такой взрослый человек и так мудро рассуждает, он сбегает, на самом деле, от проблем, от чувств, от встречи с чем-то внутри себя, тем, что он начинает какие-то логические конструкции выстраивать, причинно-следственные связи, вот такой весь умный, начитанный, а по факту весь в болячках. Вот такой механизм защиты. Дальше, инверсия. Это желание перевертыши, когда как бы так сильно люблю, что ненавижу. Когда, например, любовь безответная, я не могу ничего с этим поделать, я тогда начинаю человека ненавидеть. Что еще? Изоляция, когда человек изолирует себя от встречи с какой-то ситуацией, которая ему кажется неразрешима. Тогда я вообще не буду с этим контактировать и ничего с этим делать и бороться за это не буду. Вот спрячусь в домик. Регрессия может быть связана с изоляцией в том числе. Все эти виды защиты также между собой могут быть связаны. Это когда я ухожу в ребенка и какие-то примитивные формы общения включаю и совершенно веду себя не как взрослый человек. Потому что ситуация мне кажется невыносимой и тогда я маленькая, с меня маленький спрос. И сублимация это когда мы преобразуем энергию чего-то недостижимого в другие формы активности. Ну вот сублимация может быть очень полезной психологической защитой. Почему? Потому что благодаря сублимации мы, кстати, с вами имеем многие произведения искусства. Когда я люблю человека и я что-то к нему чувствую, но не могу эту любовь по тем или иным причинам проживать вместе с ним и тогда я пишу сонату, я пишу какую-то картину, я чего-то достигаю и это может быть полезно. Я тогда эту энергию преобразую в чем-то другом. Может быть, конечно, и разрушающие формы сублимации, но, кстати, если взрослый человек может вот так переводить одну энергию в другую, это очень здорово. И в частности, если мы с вами говорим про людей состоятельных материально, про людей, которые могут классные деньги зарабатывать, это те люди, которые могут сублимировать в частности свою сексуальную энергию в бизнес. И если мы говорим про бизнес и про крутой заработок, это всегда те люди, у которых высокая либидо. И они эту либидо не растрачивают только в секс. Вот что самое главное, что важно. Они могут ее перенаправлять. И там эта энергия им приносит деньги, они из нее делают деньги. И это очень классная способность взрослых людей. И здорово, что ее можно вот так осознанно использовать. Бывает так, что приходит человек и говорит, что у меня бизнес рушится, и мы замечаем, что он вот где-то погряз в своих межличностных отношениях. Там любовница появилась, а может быть и две, и там и жена. И он свою сексуальную энергию растрачивает, скажем так, на три или на две стороны. И его не остается на бизнес. Вот скажем так, он все туда направил, все свое либидо, вот оно пошло куда-то, чтобы там одна женщина не страдала, другую женщину удовлетворить, третью. И для бизнеса энергии не хватает. И бывает, что рушится на эту тему вот то, что построено. Мы тоже про это знаем и тоже это доносим до своих клиентов. Так, у нас с вами 19 часов. Что можно полезно поделать? Полезно для людей вот именно этого периода, для взрослых людей. Всяческие коучинговые техники, они сюда очень классно заходят. Почему? Потому что профессиональная самореализация, она максимально важна во взрослом возрасте. И в частности, вот что интересно, знаете, как бы отследила за собой, сколько бы я учебников по возрастной психологии не смотрела, не читала, там вот эта профессиональная самореализация, она просто идет вот красной линией. Да, человек реализуется в семье, да, он реализуется в отношениях, но именно профессиональная реализация, она очень важна для взрослого человека. И я не заметила такого, что там написано, что для женщин это не важно. Вот я не нашла этого. Там нет вот здесь разделения на гендер, что вот женщинам как будто бы, ну там не всем женщинам это надо. Там в принципе описывается взрослый человек. И если описывается взрослый человек, подразумевается в том числе и женщина. И исходя из этого, я бы, например, сделала вывод, что как бы не было хорошо в семье, какие бы не были классные отношения, все равно важно иметь какое-то свое дело. все равно важно профессионально самореализовываться. И может быть даже там не столько из-за денег, если там денег хватает, сколько для того, чтобы максимально проявить свой творческий потенциал. Пожалуйста, поставьте плюсики, если здесь со мной согласны. Потому что я такое слышу, что как бы каким-то женщинам важно просто в семье реализоваться. И вот она просто хорошая мама или хорошая хозяйка. И это уже будет ее максимальное проявление как взрослого человека. Я с этим как бы, я не то, что я не спорю, просто в учебнике я не нашла такого. Вот в учебниках. Может быть это какие-то особенности, да, вижу плюсики. Особенности сто процентов. Очень важно. Есть некоторые национальные особенности, которые женщины отвели какую-то одну роль. Вот она только мама и только хозяйка, только жена. Мы тогда, я не люблю нарушать традиции и куда-то вмешиваться в культурные особенности каких-то народов. Но если мы сейчас не про это, все-таки в учебниках говорится про то, что профессиональная самореализация важна для взрослого человека. Женщина тоже человек. Спасибо. Вот это я обнаружила, мне было это очень интересно, что неразрывно связано с нашей профессией и что еще с профессиями, да, что еще важно для взрослого человека. Сейчас скажу, прочитай комментарий и расскажу. Я до сих пор семью не создала, не хотела. Вот сейчас сублимировала в проект свою энергию и теперь стала думать о семье. Да, это наше право, как мы распоряжаемся своей жизни, на каком этапе что выстраиваем. Самореализация важна. Психология не придет на страны с устойчивыми патриархальными традициями. К сожалению, да, так тоже бывает. Там какая-то своя психология особенная. Что еще вот здесь важно нам учитывать, раз мы говорим про то, что взрослость связана неразрывно с профессиональной деятельностью. То, что взрослый человек стремится к новому, и он не застаивается, и он в своей профессиональной деятельности тоже растет. и примерно период 3-5 лет желательно обновляться. Это не значит, что я должна менять профессию, но я должна что-то новое в свою профессию привносить. А если мы там говорим про психологию, вот она, например, консультировала я в одном подходе, я беру, изучаю другой подход, и теперь еще и в другом подходе консультирую. Я работала индивидуально, теперь, может быть, я с группами начинаю работать. Я там работала с одной возрастной категорией, а мне, может быть, интересно и другая стала. Или мне вглубь интересно двигаться, или вширь, но это постоянное развитие, и без него просто никуда. Оно также важно, и нам это важно учитывать, и важно обязательно, чтобы это было. В частности, вот в Америке, например, я знаю, что для граждан эта особенность предусмотрена, и там гораздо легче и проще в любом практически возрасте даже освоить новую профессию. Я как-то передачу смотрела в 52 года, а женщина решила стать акушеркой. Вот, ну, как бы в нашей стране в 52 года, ну, это уже поздновато. Почему? Потому что, ну, медицинское образование, оно достаточно долго получается, и там реально надо вот как-то постараться это сделать у нас гораздо раньше, чем в 52. А там, да, она прошла курсы, она обучилась, и она рассказывала про то, что в ней появилось безудержное желание присутствовать в момент появления человека на свет, когда новая жизнь приходит в этот мир. То есть это где-то с её миссией очень было созвучно, и она созрела до этого, она пришла к этому, этого желания не было у неё в молодости, да, это именно во взрослом возрасте вот такое безудержное открытие к этому миру, вот этому новому человечку, который рождается, в ней появился, она захотела присутствовать при этом, и она пошла и освоила эту профессию. На самом деле это классно, и здорово, если нам хочется чего-то нового, если нам хочется меняться, и так, если мы опираемся на себя, то на самом деле нет ничего невозможного, и в любом возрасте можно быть причастным к тому, куда меня зовёт моя душа, моё сердце. Если меняют работу через 3-5 лет, то есть нет перспектив или застой, это про взрослость, здесь тоже индивидуально, если человек меняет работу каждые 3-5 лет, из какого состояния он это делает, он может это делать из состояния непрекаянности, я нигде не нахожу себе места, я нигде не чувствую себя реализованным или удовлетворённым, и это тогда немножко про другое, это не про то, что он хочет свежести, обновления, не про то, что он хочет роста, а про то, что он себя никак не может найти, и может быть там, опять же, какая-то травма, там какая-то неудовлетворённость, которую он пытается заменить вот этой сменой профессии, иногда сменой партнёра, всё-таки индивидуально, мы смотрим, из какой потребности идёт эта смена, мне 33, 33 в семье все называют врачом, сейчас я психолог, консультант, но значит, никогда не поздно выучиться и на врача, да безусловно, можно освоить ещё и клиническую психологию, и можно освоить и психиатрию, там, в том числе, и тоже быть приближенной к этой медицинской сфере, а может быть, прямо и на врача пойти отучиться, это классное такое комбо, врач и психолог в одном лице, вообще потрясающе, и с телом можно работать, просто супер, я знаю женщину, которая врач, акушер-гинеколог и психолог, и она работает с женскими заболеваниями, с психосоматическими, с женскими проблемами просто на ура, вообще это очень здорово, много убеждений, конечно, что старое уже не актуально, а новое начинать с 0 в 40, как с чистого листа, страхи вылезают, вот это наша задача со страхами справляться и идти в том числе в психотерапию и продолжать себя искать, и никогда не поздно, недавно, кстати, в Forbes, я в инстаграме на Forbes подписана, вот можете посмотреть, прямо вот недавно какая-то была статья о том, что люди именно с 40 сейчас считаются самыми классными стартаперами, что именно в 40 вообще люди, если что-то начинают, то они вообще классного достигают, почитайте эту статью, найдите у них, она прям свеженькая, это убеждение, в частности, что ты временно нужно нарабатывать профессионализм и опыт. Я знаю людей, которые за два года, в 30, в 35, в 40 и позже, за два года вышли на тот уровень, на который не выходили люди, которые выбрали эту специальность со времен университета, и которые как бы даже с пеленок, как бы их уже приготовили, они туда шли, и за два года человек просто такой совершает прорыв, который не совершил тот, который много лет был в этой сфере. Поэтому это все все равно действительно, это убеждение, это все в наших головах. И для начала можно себе позволить что-то, что меня интересует на уровне хобби, изучить это, соприкоснуться с этим и поработать, конечно, со страхами, если есть такое опасение, сделайте это как-то экологично, может быть, постепенно, как-то потихонечку, либо все-таки с поддержкой психотерапевта продолжайте себя искать. Мы никогда, вот именно характеристика взрослого человека это неуспокоенность, как мы с вами говорили. Не бойтесь этой неуспокоенности. Благодарю за ответ. Спасибо. И в конце что еще хотела? Прямо несколько вопросиков. Как я уже сказала, коучинг очень полезен в работе с взрослостью. И в частности можно давать нашим клиентам и себе очень полезно задавать вопросы на понимание себя. Прямо несколько вопросиков вам зачитаю, а вы можете себе как-то сейчас примерить их. и так очень полезный вопрос кто я? Этот вопрос можно задавать себе раз 10 и желательно, чтобы очень красиво, спасибо большое за комплимент. Раз 10, чтобы каждый раз был новый ответ. Вы можете говорить кто я существительными, можете говорить прилагательными, как угодно, не менее 10, если больше, то это здорово, это классно. Позадавайте себе такие вопросы. Очень полезно узнать, что я многогранна на самом деле, я не просто кто-то, кого сужаю себя до одной какой-то роли. Мне 46, иду в службу безопасности после педагогики и психологии. Потрясающе, вообще-то здорово. Калина, вы великолепны, как всегда. Спасибо, спасибо большое. Итак, далее, что очень полезно знать про себя и нашим клиентам важно также знать. Знать мои плюсы, вот исходя из тех ролей, которые я играю, из того, какая я. И также не менее 10, это 10, это самый минимум, который только может быть. Напишите эти плюсы, в чем они, в чем вы, это ваше достояние, это ваше хорошая гордость, такое незазнайство, но вот гордость, это классно, это есть во мне, я это понимаю, и я живу с этим богатством, это мое богатство. При этом очень хорошо знать и какие-то моменты, где да, я не сильна, я в трансе от ваших лекций, благодарю, спасибо. Для чего? Для того, чтобы принять это. И взрослый человек может принять какие-то вещи, которые не надо пробивать стену лбом, если предположим, ну нет у меня таланта балерины, ну вот, ну нет, вот оно так, я могу плакать сколько угодно на эту тему, но вот не стану я балериной, и я могу просто это принять, смириться и поискать себя где-то в другом месте. И вот здесь взрослый человек может отличать смирение от терпения. Приятно смотреть и слушать, благодарю, собираюсь уйти с работы. Не бойтесь, не бойтесь, ищите себя, реализуйте себя еще где-то. Чем отличается такое смирение со знаком плюс от терпения со знаком минус? я смиряюсь с тем, что не могу изменить и смиряюсь с тем, где, ну, мне действительно надо что-то такое принять неизбежное, потерю чего-то, прощание с чем-то. А терпешь это, когда я терплю то, что я могу изменить, то, что в моих силах и в моем состоянии, если меня колотит муж, нечего тут смиряться, мне надо прекратить это любым способом. Вот здесь смирение не работает и терпение не работает. А если я понимаю, что я не буду сильна в математике, потому что ну вот, ну никак я в ней, все говорят, что это очень круто, но я скажу, ну, ради Бога, говорите так. Ну вот, что я могу поделать? Я смирюсь с тем, что я не математик. Страшно 10 лет на одном месте, но понимаю, что надо менять что-то в своей деятельности. Визуализируйте себе ваш предстоящий путь, чтобы больше у вас смелости появлялось, чтобы у вас была карта и ваш мозг вел вас туда, куда вы надумали. Ему так гораздо смелее видеть и представлять хороший результат. Гюзель, я иду на новую, мне интересно. Здорово, замечательно. Замечательно. Надо отказываться от этих стереотипов наших, может быть, мам, пап, бабушек и дедушек, которые 20 лет работали на одном заводе. И считают, что жизнь, она только вот так, в служении одному месту. Спасибо за лекцию «Бальзам на душу» вовремя для меня. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. В следующий раз мы чуть побольше вопросиков также возьмем на такое, на самоощущение, на самопознание. И поглубже с вами изучим кризис среднего возраста. и именно вот эту серединку жизни мы с вами разберем, с чем там человек встречается, как ему лучше этот кризис преодолеть, и как мы, как психологи, можем ему в этом помочь. Спасибо. Спасибо огромное. Большое спасибо за ваши отклики. Очень, очень рада и благодарна вам за ваши комментарии. поздравляю Аджи Коуч. И то, что вы друг с другом взаимодействуете, поздравляете, поддерживаете друг друга, это тоже классно. Очень огромная благодарность вам за интересную лекцию, потрясающую подачу. Все прям до сердца. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Следующая пятница в 18.00 продолжаем с вами нашу тему. Благодарю, да, благодарю вас за сердечки. До свидания.